Выявлять неформальную занятость в Сочи начали три года назад. Тогда были созданы мониторинговые контрольные группы, по информации которых именно в курортный сезон предприниматели чаще всего нарушают трудовое законодательство. То есть берут на сезонную работу людей, не оформляя их официально. Подзаработать в Сочи хотят многие. Приезжают и предприниматели, и те, кто к ним нанимается. Пытаются уйти от налогов. Выявленных нарушителей приглашают на межведомственные комиссии. Большое количество индивидуальных предпринимателей в городе 27 тысяч. И большое количество малых, средних предприятий, которые работают в городе. И, естественно, это создает проблему достучаться до каждого. А еще есть, конечно, безусловная проблема с сезонностью. То есть в сезон очень много новых предпринимателей открывают свои объекты. Больше всего претензий к Адлеру и Лазаревскому. Там больше, чем в других курортных районах, процветают серые зарплаты и зарплаты в конвертах. Только Лазаревскому району из муниципального бюджета в этом году на развитие направлено 770 миллионов рублей. Еще более полумиллиарда рублей из краевого на строительство школ и детских садов. А вот собираемость налогов маленькая. Городской бюджет за 7 месяцев этого года вернулось только 134 миллиона. Вы услышите, пожалуйста, наведите порядок. Если у вас нет достойных работников, значит вам, наверное, их надо подготовить, а потом открывать прекрасные ваши улицы. У нас другого варианта нет. Но люди без трудового договора не могут работать ни 4 часа, ни 4 дня, ни 4 месяца. Вот уже три года в Сочи всех новичков в бизнесе учат работать в рамках трудового законодательства. Многие дела увидят, что не знают взять на работу человека без трудовой книжки, значит стать нарушителем трудового законодательства, за что не минуем штраф. На сегодняшний день по результатам этой комиссии уже более 5 миллионов рублей наложено штрафов. Ну и, соответственно, взыскана практически такая же сумма. Плановая работа по снижению неформальной занятости не останавливается ни на один день. Уже состояло 74 заседания Межведомственной комиссии по охране труда. С начала года проверено 711 организаций. Выявлено 339 нарушений при оформлении людей на работу.